Всем привет! Всем привет! Видите, мы такие взъерошенные и как бы, да, немножко не такие, как обычно. Дело в том, что у нас сегодня было землетрясение вот буквально час назад. Барби, отойди, отойди, пожалуйста. Мы с Алексом гуляли на улице с Барби и ничего не почувствовали абсолютно. Самое странное, что мы вспомнили, что ровно год назад, 13 февраля, в этот же день, было тоже землетрясение в Армении. Ну, хорошо, что ни ребенка, ни мужа не было дома. Я вот рассказываю Микки, он мне до сих пор не верит. Я была на кровати в своей комнате и стены просто стали ходить ходуном. Я выбежала, помчалась к маме, стала кричать, что надо скорее выходить. В общем, вот в тапках на боссу ногу мама что-то там на себя накинула. Мы выскочили и соседи, там дети в истерике. В общем, мы живем на четвертом этаже, мы быстро спустились во двор, там уже были другие соседи. В первый момент я даже до Микки не могла дозвониться, потому что, видимо, люди все друг другу звонили. Но надо сказать, что только часть наших соседей вышла на улицу. Кто-то там тоже был неодет, в общем сидел в машине, кто-то ходил гулял по скверу. Потом уже как бы потихоньку стали появляться новости. Вот выяснилось, что по официальным сводкам это землетрясение было на армяно-грузинской границе. 6-7 баллов. Нет, оно было вот землетрясение магнитудой 5,2 северо-восточной города Бавра. Это, я даже не знаю. Это Грузия. Это Грузия. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. При этом написано, что в эпицентре сила толчков составила 6-7 баллов. Это сообщает армянская МЧС. Они же сообщают, что в Ереване ощущалось, что землетрясение было магнитудой 3 балла. Ну, я не знаю, что они сообщают. Я говорю по ощущениям. И то же самое говорят люди, которые тоже прочитали эту новость про 3 балла на улице. Ну, никакое это было не 3 балла на самом деле. Потому как движущиеся стены, это, мне кажется, совсем не 3 балла. Землетрясение ощущалось и в Ванадзоре. Где-то там даже вырубилось электричество. Там тоже люди, естественно, покинули дома. Толчки были. И в Гюмри. Вот корреспондент «Спутник Армении» сообщает, что в районе 5 баллов. Как на самом деле? Ну, это уже завтра будет понятно. Вот. Ну, МЧС сообщает, что вроде как жертвы и разрушений нет. Дай бог, чтобы так оно и было. Но я не знаю, мне, например, очень неспокойно. Мы шли, потом долго гуляли с собакой, лишь бы не возвращаться домой. И ругались с Микой все время. Потому что мы только пришли с собакой, как пришлось снова идти гулять. Я считаю, что это обычная паника. И хождение по улицам, ну, разве что свежий воздух может помочь. Ну, не хочется домой возвращаться после такого. Я вернулась просто. Я в этих тапках на босу ногу уже начала замерзать. Я вернулась за какой-то одеждой. Вот. Алекс до сих пор не хочет раздеваться. Ну, в общем, будем надеяться, что все нормально. Но это, конечно, удивительно, что ровно год назад была вот эта ситуация. Мы опять выходили на улицу. Просто это было где-то в районе там от двух до трех дня. И толчки были другие. Если сейчас у меня было ощущение, что вот так вот ходят стены, тогда просто вот подбрасывало пол как будто, да. Ереванское время 23 часа 30 минут. 13 февраля 2020. 13 февраля 2022 года. Экстренный выпуск Ереван-влога закончен. Какие копеек? Своих хочу в ролик. Пять копеек. Ну, скажи. Так вот, хочу ответить, во-первых, на папины рассуждения. Нет, я считаю, что безопасность – это вещь, ради которой можно хоть на улице спать. Зато жизнь сохраню. Вот. Я уже вот собрался. Я считаю, что вот я выбегу, я уже, этот, я все продумал. Я знаю уже вот все. Я взял вот в этой сумке, все, именно она у меня пошла, уже трещит, я все, что надо мне взял. Отлично. А что ж ты дома сидишь, а не бежишь на улицу? Потому что вы не хотите туда бежать. Ну так безопасность превыше всего, иди спасайся. Я понимаю. Но, по крайней мере, мне на мою безопасность, на вашу, мне наплевать. И я считаю, что ради безопасности можно и на улице переночевать. Ну, а на этой оптимистичной ноте мы с вами прощаемся. С вами были ваши Мика. И Эля. И Алекс. Дай бог, чтобы не последний раз. Пока. Пока.